Тело брошено вертикально вверх с начальной скоростью 19,6 метров в секунду. На какой высоте его кинетическая энергия будет равна потенциально? К задаче тела бросается со скоростью V равно 19,6 метров в секунду. Спрашивается, на какой высоте, скажем так, H. Кинетическая энергия будет равна потенциально. W кинетическая будет равна W потенциально. Если тело бросает вверх с начальной скоростью V, оно в этой точке имеет максимальное значение кинетической энергии. По мере поднятия этого тела на определенную высоту, кинетическая энергия будет падать и будет превращаться в потенциальную энергию. Когда на самой верхней точке кинетическая энергия будет равна потенциальной энергией. В любом месте, на любой высоте сумма двух этих видов энергии кинетической потенциальной будет одинаково. Запишем вот такое уравнение. W равно W кинетической плюс W потенциальной. В этом месте в начале броска было максимальное значение кинетической энергии. Потенциальная энергия, естественно, здесь была равна норме. Потом кинетическая энергия с моментом, когда она поднималась с тела вверх, превращалась в потенциальную энергию. И максимальное значение оно какое-то достигло. Скажем, что это будет h максимум. Кинетическая энергия превратилась полностью в потенциальную энергию. Так можем записать вот это уравнение для того, чтобы найти максимальное значение, которое может подняться. Так, кинетическая энергия равна потенциальной энергии. Можем написать этом шайм GH, это максимальное значение, будет равна mV квадрат деленное на. Массу можем сократить, можем найти, чему будет равна максимальная высота подъема, максимальное значение кинетической энергии. Так H максимум будет равен V квадрат делить на 2G. Считаем это значение, на какое может подняться тело, равно V квадрата, 19,6 метров за секунду. Я запишу вот так вот, для удобства сокращения, 19,6 метров за секунду. Это вверху в числителе, в знаменателе будет 2 умножить на 9,8 метров за секунду в квадрат. Это будет тоже 19,6. Перепишем это 19,6 метров за секунду, умножить на 19,6 метров за секунду и делить на 19,6 метров за секунду в квадрат. Что здесь можно сделать? Секунды могут спуститься вниз, а эти секунды пойдут в квадрате вверх. Секунды мы можем здесь просто-напросто сократить. Тут квадрат сократится, а тут секунды просто сократятся. С двух сторон. Секунды на секунду. И один метр можно сократить. Вот здесь останется размерность метр. Можно 19,6. Получили 19,6 метров. Это будет h максимальный, на который поднимется тело с начальной скоростью 19,6 метров за секунду. Давайте посмотрим, какие будут превращения энергии. Обозначим это значение h сюда. Вот здесь вот эта точка будет h максимальный. Здесь будет значение энергии, которое мы можем посчитать вот таким образом. В данном случае, когда h равно 0, будет максимальное значение кинетической энергии. А когда достигнет максимума h, будет равно потенциальной энергии. Но сумма этих энергий всегда будет одинаковая в любой точке. Если мы можем нарисовать вот эту потенциальную энергию уменьшения, вот так. Это будет график изменения потенциальной энергии. Вот это максимальное значение. Вот это сумма двух энергий. А кинетическая энергия, естественно, будет падать с момента поднятия вверх. Но в любой точке пространства, в любой высоте, смотрите, вот это аж потенциальная энергия вот такая, а вот это кинетическая энергия. Сумма двух этих тресков даст нам максимальное значение. Энергия никуда не девается, она просто превращается с одного вида в другую. Тут спрашивается, когда будет W, кинетическая равна W потенциальной. Из этой общей формулы W равно W кинетическое плюс W потенциальное. Но они оба равны. Значит, мы можем записать, что W равно 2W потенциальное. Ну, точно даже, как и 2W кинетически, без равных. Давайте подставим сюда значение основной, максимальной их суммы. И вот это новое значение где-то в этой точке, обратите внимание, они будут равны. Один график и второй график пересекаются в этой точке. Для того, чтобы доказать еще, чем уж величина эта будет числовая, надо посчитать вот это все. W у нас чему равно? Масса на G на H максимально. Это максимальное значение мы посчитали. В этой точке максимальное значение энергии в сумме. И максимальное, и кинетическое, и потенциальное одновременно. И она будет равна чему 2MgH1. Сюда можно найти H1. Что можно закрыть? И Mg можно закрыть. Это H1 равна чему? H максимум разделить на 2. Будет равна 19,6 метра делим на 2. Равно 9,8 метра. H1, пишем H1. H1 равно 9,8 метра. При начальной скорости броска тела вернуть с 19,6 метров в секунду, она достигает максимальной высоты 19,6 метров. Но на высоте 9,8 метров генетическая энергия будет равна потенциальной энергии. Не оба будут равны. А в сумме, естественно, она дает максимальное значение. Еще раз показывает, как превращается энергия из одного еда в другой. И причем сумма этих двух значений всегда будет одинаковой. Продолжение следует...